Вот уже несколько лет я катаю на сапборде и в каждом сезоне открываю для себя какие-то интересные хитрости, занятные факты. И с каждым сезоном эти открытия становятся интереснее, сложнее и менее очевидными. Хайджек, друзья! Меня зовут Стас Луканов и это внезапный ролик посреди недели. Ставь лайк, если тебе тоже нравится такая продуктивность. В этом видео я поделюсь парочкой лайфхаков для сапа. Это второе видео на подобную тему. Первое можно посмотреть вот здесь. Итак, 5 неочевидных сап-советов. Посчитай, сколько пампов нужно сделать для накачки сапа. В этом сезоне из любопытства я посчитал, сколько нужно сделать пампов, чтобы накачать доску. Для этой доски 300 пампов, 150 в двойном режиме и 150 в одиночном. Так вот, с тех пор, нагнетая воздух в доску, я считаю пампы. Мне это помогает контролировать процесс и нудное накачивание доски становится, ну, менее нудным. Да, на насосе есть датчик, но это немного другое. В общем, попробуйте. Чтобы понять этот совет, нужен контекст. Итак, контекст. Во время сплава по Кременчугскому водохранилищу в Украине, набегающая волна перевернула мой сап и скинула меня в воду. В общем, я болтаюсь в воде, как пробка. Вокруг метровые волны вздымаются и оседают. Я нахлебался зеленой воды и вижу, что моя доска перевернута днищем кверху. Все вещи держатся исключительно на стропах, а подо мной неизвестная толща воды. Я подплываю к доске и пытаюсь ее перевернуть, но не выходит. Подымая ее снизу вверх, а это первое, что ты делаешь, ты сам погружаешься в воду. Ведь доска с грузом. Потом до меня доходит, что нужно взяться за противоположный борт и потянуть доску на себя. Это срабатывает. Вещи на месте, вода невкусная, хеппи-энд. Итак, совет. Чтобы перевернуть нагруженный сап, нужно хвататься за противоположный борт. Третий совет связан с эксплуатацией насоса. Для нормальной работы насоса поршень должен быть обработан специальной смазкой. Поэтому в идеале в начале сезона сделать профилактическую смазку. Но что делать, если вы в путешествии или просто на споте, а ваш насос хрипит, скрипит и в целом не хочет накачивать. На дне насоса всегда есть остатки смазки. Смело можно использовать ее, нужно только чем-нибудь ее поддеть. И при этом не намусорить, а то будет еще хуже. Как закрепить GoPro без специального крепления? У меня было крепление для GoPro в виде наклейки на носу. Но не продержавшись и пол сезона, эта наклейка ушла на дно. Поэтому я выбрал новое место для крепления. На лезвии весла. Довольно удобно, но не всегда. Да, иногда мне нужен статичный кадр с ракурсом от доски. Но крепления нет. Нужно просто разместить GoPro между строками. Если под строками багаж и они в натянутом состоянии, то будет еще проще. Не нужно мудрить пентаграмму и славить дьявол. Пятое. Баланс в середине доски. Это совет на путствие, направленное для начинающих и для тех продвинутых, кто не сходит с места во время гребли. Я был одним из таких. Больше того, я вернулся из черноморского трипа, и лишь потом увидел в каком-то видео, что по доске, оказывается, можно перемещаться, ходить и не падать, а не тупо стоять, пока стопы не затекут. Так вот, чтобы перемещение по доске стало возможным, нужно переходить из вот такой стойки в такую. Таким образом, отрывая ноги от борта, вы не будете падать. На этом все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Пишите ваши сабсоветы, если они у вас есть. Будут тестить. Жми, звони, подписывайся. Всех обнял. Скол. Я видел мрак. Я видел мрак. И вы received принято. Я видел мрак.